Вы уже сегодня съездили, да? Вы на эту сторону переправлялись? Да, в больницу ездил. В больницу вам нужно было, да? Да. А что случилось у вас? У меня ребра сломаны. Как часто происходят подобные? Ну, как часто? Вообще каждую весну, но последний прошлый год не было такого. Вот в этом году почему-то тоже не было. И вдруг вот из-за такой вот непонятной весны, как бы непонятно, что произошло вообще. То есть зима снега не дала, но дала наоборот, дала в лето. То есть непонятно, что как так. Ожидали воду уже, что будет большая вода в этом году? Нет. Вообще никто ее не ждал. Откуда она тут взялась? Непонятно. Вот это дождь. И еще завтра обещают опять это ливневые дожди, вот эти сильные очень осадки. То есть уровень еще будет подниматься, непонятно насколько. Ну, недели на полторы, наверное, мы тут заперты, мягко говоря. Вы там постоянно живете, круглый год? Ну, да. То есть это вы там вот... А много вообще людей или семей там проживает? Ну, в данный момент непонятно, потому что с этим карантином там наехало очень много народу. То есть на постоянке, вот если зимой брать, да, там, ну, домов 15 жилых, а домов всего около 70 штук примерно, там, 68-70, что-то такое. Вот. А сколько сейчас там народу, это вообще непонятно. Ну, много, да, людей там? Много. Ну, три деревни затоплены. Это только, это только про одну деревню, я говорю. Дальше Бородухино и Новостройка. Про них я вообще не знаю, что у них там происходит, как они там. И для всех этих деревень только вот эта переправа существует, да? Ну, да. А другой дороги нету к ним? Была через карьер. Мы сегодня пытались там проехать, увязли. Даже вот пожарная машина пыталась через карьер пройти. Они почему-то там все перекопали, вот, нашу запасную тропинку. И даже Урал не мог пройти пожарный. То есть... Итак, как часто вообще приходится переправой пользоваться? И сейчас запасетесь продуктами, и все, и пока вода не спадет? По ситуации, по надобности, как... То есть, до этого вроде что-то успели купить, когда увидели, что вода поднимается. Вот. Ну, а сейчас ребята выручают, вот, как бы... Нормально возят спасателей? Ну, да, хорошо. Как бы вопросов нету. То есть, переправили, все, магазин съездил, больницу съездил, как бы, все купил. Ребра почти починил. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Николаев. А фамилия? Тарасов. Тарасов. Вы житель деревни... Дубровка. Как? Дубровка. Дубровка. Ага. Все, спасибо большое. Раз за день вы плаваете, ходите туда-обратно? Ну, наверное, уже туда-обратно раз в 20-25 съездили. Думаю, где-то так. В среднем по два человека в заход? Когда один, когда два. Кому на работу, кому в больницу, кому на учебу. Кто просто продукты привез старикам, детям. Вообще, на сколько сложный маршрут? Не особо. Мы подготовились, натянули переправу веревочную, поэтому она нас выручает. И в обход, где нет течения между деревьев. Вот на эту протоку выходим, как говорится, здесь уже швартуемся. Но вообще на протоке течение очень сильное, да? Нет, на протоке нет. А в центре реки, где был мост, да, там течение сильное, там сносят моментально. Понятно. Зачем обычно люди едут, что говорят? В основном продукты. В основном продукты или на работу. На работу с работы. А основной наплыв когда, в какое время? С утра и под вечер. То есть сейчас вот должен быть очередной наплыв, да? Да, да. Ждете? Да, сейчас как раз люди с работы будут возвращаться, последняя маршрутка приедет. Что говорят? Благодарят? Конечно. Конечно, благодарят. Что говорят обычно? Спасибо, как бы мы без вас. Понятно. Но тяжелая это вообще? Мы привыкшие. Не так уж тяжело. Но вы не первый раз, да, вот на этой переправе уже? Нет, конечно. Нет. Раз в два года примерно здесь затапливает. Так сильно. Фамилия, имя, должность. Федор Усов. Спасатель. Спасатель, да. Валентина Михайловна, глава администрации сельского поселения деревни Шумятино. Валентина Михайловна, ну расскажите, ЧП это или не ЧП для вас? Ну, это не ЧП, но это само уже в таком масштабе. Но все-таки повод для беспокойства есть. Вот. В общем-то, давно уже у нас уже подтопление не происходило этого моста. Вот. Если раньше лет, наверное, где-то 7-8 назад это было обычное явление, вот, то сейчас, ну, я считаю, что на сегодняшний момент справились с ситуацией. Вот. Была проведена комиссия по чрезвычайной ситуации во главе с главой администрации района. Принято решение. Вот. Спасибо большое от работникам МЧС. Быстро отреагировали. Быстро приехали. Ребята просто вот, конечно, работают молодцы. Вот. Организовали обеспечение населения продуктами первой необходимости. Вот. Хлебом. Ну, считаю, что все будет нормально у нас. Там у нас порядка трех деревень попали под затопление под это. Вот. Где находится порядка 150 человек. Ну, сейчас говорят больше. Сейчас очень много дачников. Дачники приехали, да. Дети приехали. Вот. Поэтому, ну, 150, ну, может быть, 180 максимум. Пока вот так. А какие деревни там находятся? Там у нас находятся Бородухино, на самая дальняя деревня Дубровка и Новостройка. Вообще, когда последний раз было подобное подтопление? Было подтопление не такого масштаба. Года три назад незначительное. Там порядка два-три дня было. Тоже переправа была организована. А так вот такие вот масштабные, ну, наверное, лет семь-десять назад были. Это масштабные на ваш... вот по вашему опыту? Ну, да. Понятно. Обычно как река разливается? Сколько дней и до... Вот я говорю, где-то лет семь-восемь назад она разливалась вплоть до самой деревни Новостройка. То есть вся вот эта пойма реки, она была подтоплена. Вот. Сейчас не так, конечно. Но... Как, по вашим прогнозам, как долго продлится такой паводок? Такая вот такая вот... Ну, если вот сверху он не будет, там нам прибавляет. Ну, я думаю, что к концу недели ждем все-таки стабилизации ситуации. Продуктами как обеспечивать? Продуктами у нас, значит, находятся здесь, вблизи два магазина. И плюс была, значит, сегодня организована доставка продуктов первой необходимости с силами потреб общества нашего. Автолавка приезжала. Вот. Депутатов привлекли, администрация. Вот. Они, значит, приехали, организованно, значит, закупили, переправили и уже на месте там раздали эти хлеб, что там, соль, вот такие вещи. Ну, то есть это тоже с помощью спасателей? Спасатели переправляют? Безусловно, конечно. Естественно, все 150 человек сюда не приехали. Вот. Была, вот я говорю, в главе с депутатами группа, значит, которая сюда переправилась, закупили товары и уже на месте там раздадут их. В чем причина? Почему так происходит? Нет, ну это естественно. Нет, но моста не хватает, мост не справляется или почему? Мост требует, конечно, ремонта, да, и уже вопрос этот стоит, и на контроле у главы районной администрации он стоит. Вот. Ну, в общем-то, испокон веков здесь у нас всегда подтопление вот в этом месте происходило. Вот. Если, конечно, новый мост будет, то, конечно, проблема будет снята. Ну, получается, что после подтопления каждый раз вам необходимо мост ремонтировать? Да, да. 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 Это средства? Средства из бюджета районного, да. Приходится его ремонтировать. Понятно. Что еще у вас не спросил, что вы хотели бы сказать? Я только хотела поблагодарить все службы, которые оказали помощь вот в этой ситуации, быстрая и оперативная. Вот. Ну и всем здоровья и удачи. Спасибо большое. Да. Все, Сань.